Здравствуйте! Давайте приступим к лекции. Как вы помните, начну я с исправления ошибки в знаке, которая была на прошлой лекции. Как вы помните, там у нас возникла непонятка. Эта ошибка, как оказалось, вкралась в самое первое уравнение, которое было написано на прошлой лекции. Выглядело оно примерно так, как дельта омега, там минус что-то умножить на а, равнялась минус д омега. Вот и модуль а в квадрате на модуль а в квадрате на а. Такое было уравнение. И, значит, на самом деле в нем надо плюс, а не минус. Это происходит по той причине, что вот это слагаемое вышло из этой скобки, и тут перед ним был минус. Значит, при переносе направо должен быть плюс. Значит, чтобы не исправлять всю лекцию, надо внести следующее исправление. Надо вписать определение, что альфа равняется минус д омега по д а в квадрате. В отличие от того, что, так сказать, в оригинале предполагалось, то есть вот здесь поставить знак минус в определении, и тогда все последующие выкладки оказываются правильными. Значит, это исправление. И критерии тоже там следующие, соответственно, получаются в правильном виде. Так. Значит, на прошлой лекции мы с вами закончили, по сути, своей, тему о четырехволновом взаимодействии. И два основных явления, которые в результате четырехволнового взаимодействия внутри одного волнового пакета возникают. Это самофокусировка и самосжатие. Записали критерии того, в каких случаях это происходит. Значит, осталось мне только ввести два определения, которые я тоже не успел на прошлой лекции сказать. Следующее определение. Вот уравнение, которое у нас было записано и выглядело оно так. И ДПДТ, ДАПДТ, значит, плюс ИВ-групповое на ДАПДЗ, плюс В-групповое на 2К на лаплосиат перпендикулярный А, плюс В-групповое со штрихом пополам на Д2АПДЗ квадрат, равняется вот этому вот, минус альфа на А в квадрате на А. Вот это называется нелинейное параболическое уравнение. То есть просто вот слова такие. То есть если у вас в билете встречается вот такое словосочетание, имейте в виду, что это относится вот к этому уравнению. Причем альфа вот с таким знаком определение написано вот там. То есть вот этот минус и тот минус, значит, могут сократиться, и тогда будет другое определение альфа, но суть от этого не меняется. Так, значит, это первое. И второе тоже определение такое, что если мы из этого уравнения выкинем несколько членов, слагаемых, а именно вот если вот это, давайте я не буду зачеркивать, вот это, значит, в системе отчета, движущейся с В-групповое, значит, это слагаемое пропадает. Кроме того, значит, если у нас система одномерная, тогда все это уравнение сводится к более простому виду, а именно И, ДА по ДТ плюс В-групповой со штрихом пополам, Д2А по ДЗ квадрат, вот это уравнение называется нелинейное уравнение Шреддингера. Ну, по какой причине видно, да? То есть вот это было бы, так сказать, уравнение Шреддингера с постоянным потенциалом, ну или, значит, нелинейное. То есть частный случай нелинейного параболического уравнения одномерный и, значит, сдвинутый в систему отчета, движущейся с групповой скоростью, получается, значит, нелинейное уравнение Шреддингера. И, кстати говоря, вот если говорить о самосжатии волновых пакетов, то оно присутствует и вот в этом усеченном варианте, потому что это продольный процесс по Z, и описывали мы его в системе отчета, движущейся с групповой скоростью, то есть сам этот сдвиг тоже принципиальной роли не играет. Значит, к этому уравнению мы еще вернемся в следующих главах. Так, а теперь мы, завершивши тему про четырехволновое взаимодействие, перейдем к следующему разделу, а именно, который называется «Кинетическое уравнение для Волма». В этом разделе, этот раздел посвящен следующей физической задаче. Предположим, что наша система устроена значительно сложнее и более реалистична, чем то, что мы рассматривали до сих пор. А именно, в ней одновременно могут существовать много свободных волн, не два, не одна, не три, а много, одновременно, которые взаимодействуют друг с другом по механизму трехволнового взаимодействия. Вот, что тогда делать? Про эти волны мы, может быть, все знаем. Вот линейные, да, дисперсионные соотношения. Значит, нелинейную электрическую проницаемость мы тоже знаем, то есть вот как именно они взаимодействуют. Но если их много, то описать эту систему в любом случае будет очень тяжело. Значит, очень похожая ситуация возникает в кинетической теории газов. Значит, как движется каждая частица, очень понятно. Там она, может быть, движется по прямой, если нет силы тяжести, да. Но когда этих частиц много, описать систему становится сложно. Если каждая частица движется вот в газе по прямой, ни с кем не сталкивается, опять просто, да. Ну вот это будет бестолкновительный газ, и более-менее понятно, что происходит. Так же и с волнами. Значит, если есть набор волн, которые друг с другом не взаимодействуют, то это получается линейная электродинамика, и мы такие задачи решать умеем, и, в общем, там примерно понятно, что, да. Это принцип суперпозиции, каждая волна движется сама по себе, и все понятно. Ну вот так же, как в кинетической теории газов, как только мы учитываем взаимодействие между частицами, все становится несколько сложнее, и в результате столкновений функция распределения начинает релаксировать к Макселовской функции распределения, там звук какой-то начинает распространяться, еще что-то. Точно так же и в теории системы с большим количеством волн, если мы учитываем взаимодействие этих волн друг с другом, сразу система начинает вести себя каким-то скоррелированным образом, то есть возникают корреляции между движением и распространением отдельных волн. И вот как в кинетической теории газов распределение релаксировало к Макселовскому, в этом случае тоже, на самом деле, вы знаете, к чему будет релаксировать. Оно будет релаксировать к равнераспределению по степеням свободы, к равнераспределению энергии по степеням свободы. Это вы в термодинамике тоже, на самом деле, проходили, такой принцип, да. Вот если каждая волна – это степень свободы, то у нас вот в системе с большим количеством волн, значит, вот просто принципы статистической механики говорят нам, что, по-видимому, все должно релаксировать к какому-то вот такому состоянию. Но вот как именно релаксировать, да, с какой скоростью и так далее, должно описывать кинетическое уравнение для волн, так же, как в теории газов, это описывает кинетическая теория газа. Ну вот давайте попробуем получить такое кинетическое уравнение для Волг, которое описывает, как меняются функции распределения или количество квантов в каждом состоянии с течением времени. Ну, начать мы, конечно, должны с того же самого уравнения, которое мы уже писали, которое тут сверху написано для четырехволнового взаимодействия, мы его писали для трехволнового, и оно описывает распространение волновых пакетов. Значит, вот выглядело оно таким образом, дельта от омега минус омега от К умножить на А равняется F-альфа на Е-альфа со звездой. Сейчас я напомню, что тут, какая буква обозначает поделить на ДЖ по ДС. Такая была величина. Вот, значит, дельта от омега минус омега от К – это вот та же самая скобка. А – это амплитуда волны, значит, в которой электрическое поле имеет вид А умножить на Е. Е-альфа. А на Е-альфа. Е-альфа – это вектор поляризации, а А – это амплитуда волнового пакета, соответствующего заданному вектору А, Х и частоте омега. Значит, вот это было написано эволюция амплитуды одного волнового пакета. Как это уравнение? Ну, я вернусь вот к правой части, и что какая буква обозначает позже. А сейчас попытаюсь просто сказать, как мы его будем использовать и зачем. Вот к той задаче, как его привязать к той задаче, которую мы хотим описывать. Вот, значит, есть какой-то объем, в котором летают, значит, волны, волновые пакеты с самыми разными омега и с самыми разными К. Чтобы упростить себе задачу, предположим, что свойства вот этого газа внутри, газа волн внутри нашей системы, распределены равномерно по всему пространству. Конечно, вот как в кинетической теории газов, на самом деле, бывают задачи, когда есть какой-то объем, поделенный мембраной, с одной стороны есть частицы, с другой нет, и потом будем смотреть, как эти частицы из одной части в другую перебегают. А есть задачи, когда все однородно и просто во всех точках пространства одновременно происходит релаксация к Максвеллу. Вот давайте для простоты рассматриваем вот такую однородную систему, когда во всех точках пространства все у нас одинаково, и нам не надо рассматривать распространение турбулентности из одной части в другую, или вот этих волнового поля. тогда мы можем поступить следующим образом. Взять вот этот объем и в данный момент времени сделать преобразование Фурье по пространству. То есть вот эти волны представить в виде набора электрических полей в зависимости от К в данный момент времени Т. Значит, в дальнейшем вот этот вот вектор К будем использовать в качестве маркера волнового пакета. Поскольку у нас очень много волн, и можно считать, что спектр даже и непрерывный, то, значит, К всегда является величиной действительной, поскольку мы его тут разложили по волновым векторам в заданном пространстве и фиксированным. То есть никакого дельта К не будет. Вот данный волновый пакет обладает строго одним и тем же К. Вот в отличие вот от этих случаев, которые мы раньше рассматривали, если там было дельта К, то получались вот такие вот слагаемые, типа дифракция, дисперсия, распространение с групповой скоростью. Значит, здесь у нас все однородно, поэтому ни дифракция, ни дисперсия, ни распространение роли не играют. То же самое можно сказать, что ДПДЗ и поперечные градиенты все равно нулю. Фактически мы говорим следующее, что будем рассматривать случай, когда все однородно, никаких градиентов нет, К является фиксированной величиной. Значит, вот когда мы берем вот это дельта К, дельта от омега минус омега К, вот эта вот часть вообще не изменяется, потому что К фиксировано. То есть для каждого волнового пакета с фиксированным К имеется совершенно определенная резонансная частота омега от К, которая соответствует распространению этого волнового пакета как свободной волны. Но амплитуда у этой свободной волны будет меняться со временем, поэтому частота не точно равна омега от К, а отклоняется. Если я беру волну с заданной длиной волны, но меняющейся во времени амплитудой, то это означает, что у нее спектр по частотам не точечный. Заведомо. Этот волновый пакет – это не одна какая-то волна, вот в смысле фурье преобразований, а целый набор. Ну вот и мы будем так вот его описывать вот таким же примерно макаром, как АКТ, то есть вот эта вот К – это характеристика или номер волнового пакета, на ЕА, которая, конечно, тоже от К зависит, потому что поляризация может зависеть от К. Это чему не противоречит. А АКТ зависит от времени. Более того, в дальнейшем я перейду к следующему. АК – это амплитуда волнового пакета. Поскольку у меня вот это вот Е от К получено в результате преобразования в Фурье, это комплексная амплитуда. Значит, вот эта АКТ тоже комплексная. Значит, она содержит информацию о фазе волны, о сдвиге фазы относительно какой-то нулевой и об амплитуде этой волны. Вот если мы рассматриваем средние характеристики турбулентности, а не собираемся исследовать точную эволюцию данной какой-то конкретной реализации распределения. Вот, опять же, аналогия с теорией газов. Можно было бы взять, поместить каждую частицу в какое-то положение и дальше рассматривать начальную задачу. Тогда бы мы нашли эволюцию конкретного распределения частиц во времени. В принципе. Но, как вы знаете, таких частиц очень много, и поэтому эта задача, она, во-первых, сложна, а, во-вторых, результат ее нам не нужен. Потому что нам нужны какие-то статистические только характеристики типа давления, температуры, плотности и так далее. Точно так же и здесь. Вот это вот аката большое содержит амплитуду и фазу. Вот амплитуда – это интересная вещь, потому что это число квантов в данном состоянии. А фаза – это вещь, которая излишняя. Соответственно, было бы неплохо написать это все вот в таком виде, в виде аката, где аката – это какая-то действительная величина, описывающая амплитуду. На е в степени и фикатая вот это вот все вместе – это акатая. на е альфа в катая. То есть, ну только вот это вот е – это, конечно, вектор, да, а это е – это экспонент. Будьте внимательны. Так. Это, значит, первый факт. Ну вот, таким образом мы будем описывать вот эту вот ситуацию, да, когда имеется однородная в среднем по пространству турбулентность, вот, но там как-то мельтешащие эти волны, что-то с ними происходящее. Значит, вот это нас интересующая величина, а эта величина, значит, нас не интересующая, избыточная. Так же, как и, значит, она избыточная, это означает, что нас конкретные реализации не волнуют, да, как именно распределены эти фазы. Вот. И хочется, значит, усреднить, значит, результат, сказать, что результат с разными фазами начальными, да, вот, они с нашей точки зрения должны быть эквивалентны. Вот, по-другому, то же самое можно сказать следующим образом, что можно рассказать, что мы собираемся исследовать приближение случайных фаз. То есть вот здесь мельтешат волны, и фазы этих волн с разными k являются независимыми случайными величинами. вот, значит, вот это предположение, оно очень сильное. По следующей причине, опять же, вот аналогия с движением частиц в газе. Если частицы совсем не сталкиваются, то их положение, скорость и так далее действительно являются полностью независимыми, случайными величинами, потому что нас конкретной реализации не интересует по начальному состоянию, да, вот, а дальше они не сталкиваются, поэтому, естественно, что если в начале было все случайно, то и потом останется так же. А здесь, значит, аналогичная ситуация с волнами. То есть мы можем задать начальное состояние какое-то случайное по фазам разброс, и если эти волны совсем не взаимодействуют, то они так и останутся случайными во все моменты времени. Но как только мы учитываем столкновение частиц или взаимодействие волн, вот эта вот случайность нарушается, появляется корреляция. То есть столкновение частиц приводит к корреляциям функции распределения, а, значит, столкновение волн тоже приводит к корреляциям вот этих вот фаз. Ну тогда зачем же я завел разговор про вот эту случайность? Так вот, мы будем предполагать, что в нулевом приближении фазы случайны. В нулевом приближении по какому параметру? Вот по величине вот этой правой части, по нелинейности, по силе взаимодействия. То есть мы фактически собираемся рассматривать случай, когда столкновение редки, слабостолкновительный газ или слабостолкновительный газ в Волг, слабо взаимодействующие волны, поэтому вся эта теория называется теория слабой турбулентности. Значит, вот она возникает в предположении, когда столкновения эти слабые и редкие, то есть вот фи-ка слабо в коре ле-р-о-в-а-не при разных к. Ну, а слово слабо означает, что мы будем применять теорию возмущений. Так, теперь про правую часть. Сказал я, что она маленькая, левая часть сказал, что К не варьируется, останется дельта омега. Значит, получается вот что. дельта омега на А равняется F альфа Е альфа со звездой делить на ДЖ ФДС. Теперь выписываем, что такое последовательно, какие буквы, что означают. вот это Е альфа со звездой это вектор поляризации, это вы узнаете. Значит, F альфа. F альфа это правая часть уравнения L альфа бета Е бета равняется F альфа. То есть, вот это уравнение у нас получалось из вот этого уравнения для линейной волны, на которую действует какая-то возмущающая сила типа правая часть. И, значит, при трехволновом взаимодействии эта правая часть у нас была выписана и выглядела она так. Минус омега квадрат к С квадрат интеграл эпсилон альфа бета гамма от капа капа штрих капа два штриха Е бета капа штрих Е гамма капа два штриха дельта от капа минус капа штрих минус капа два штриха до капа штрих до капа два штриха. Значит, это нелинейная диэлектрическая проницаемость для трехволнового взаимодействия или второго порядка Е бета и Е гамма от капа штрих и капа два штриха это какие-то другие волны из вот этого набора. Ну и здесь стоит дельта-функция от капа минус капа штрих минус капа два штриха до капа штрих до капа два штриха. Так, значит, это вот F альфа такая была. Значит, теперь DG по Ds что такое? Значит, Ds это вот это вот самое омега минус омега от к. Причем омега от к константа, то есть в нашем случае DG по Ds это равняется D по D омега от L альфа бета E бета на E альфа со звездой при фиксированном K. да, 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 преобразуем это выражение немножко дальше. Значит, продиференцируем, значит, как произведение эту величину, то есть вот это вот G получится вот что. Значит, DL альфа бета по D омега E бета E альфа со звездой плюс L альфа бета E бета D E альфа со звездой по D омега плюс L альфа бета E альфа со звездой D E бета по D омега. Но вот эти две величины равны нулю по причине того, что E бета это вектор поляризации означает, что L альфа бета E бета равно нулю. Вектор поляризации свободной волны, да, и L альфа бета самосопряженная, значит, L альфа бета E альфа со звездой тоже равно нулю. Значит, это равно нулю, это равно нулю, при самосопряжении L альфа бета. Значит, самосопряженная, она является в прозрачной среде. А мы именно такие среды сейчас и рассмотрим. Ну, значит, осталась только вот эта штука. DG PDS таким образом равняется. Вспоминаем, что зависит от частоты в L альфа бета. L альфа бета это K альф К бета минус K квадрат дельта альфа бета плюс омега квадрат C квадрат Эпсилон альфа бета, да? Все, что там K содержит при дифференцировании по омега дает 0. Значит, только последнее слагаемое 0 не дает, остается 1 на C квадрат D по D омега Эпсилон альфа бета умножить на омега квадрат. Причем, значит, если самосопряженное, то тут у нас это Эпсилон альфа бета является эрмитовой. Иначе самосопряженности не будет. Вот. А теперь, значит, вспомним третий курс. Там была формула для плотности энергии одной волны постоянной частоты свободной. Значит, формула эта выглядела таким образом, что плотность энергии равнялась единице на 16 и омега D по D омега омега квадрат Эпсилон альфа бета эрмитовая на Е альфа со звездой на Е бета. Так, вот здесь я забыл эти свои Е бета и Е альфа со звездой. Сравниваем эти два выражения и видим, что они подозрительно похожи. Чем они отличаются? Вот это Е альфа со звездой большое, это А на Е альфа со звездой маленькая, А со звездой, прошу прощения, а это А на Е бета для одного и того же волнового пакета. Вот это волна постоянной частоты, и это тоже для одного и того же волнового пакета волна постоянной частоты. Сравниваем, получаем, что ДЖПДС выглядит таким образом. это все равно, что W деленное на С квадрат умноженное на 16 П омега вот эти и деленное на А по модулю в квадрате. Правильно? В таком виде писать, конечно, неудобно. Какие-то там W и А квадрат, но мы можем вспомнить тот прием, который использовался при выводе уравнений Бламбергена. Уравнений Бламбергена. мы нормировали плотность энергии на А квадрат омега. Правильно? Значит, W должно равняться омега умножить на А в квадрате. Ну, это W катая, да? Вот это вот нормировка. Каким образом мы можем вот на самом деле что является произвольным? За счет чего мы можем сказать, что вот это вот равенство выполняется? А вот за счет выбора вот этих вот единичных векторов и альфа и бета, да? Вот эти вектора поляризации вот нигде то, что их модуль квадрат равный единице я не использовал. Поэтому вот их единицы измерения даже и размер ничем не определен. И вот я вот таким такой нормировкой я как раз это могу сделать. Потому что у меня на самом деле вот все, что у меня задано это вот это. Если я могу выбрать произвольным образом А за счет произвольного произвольной нормировки вот этого вектора Е маленькая. После этого при такой нормировке этот ДЖ ПДС превращается просто в 16 П Омега в квадрате поделить на С в квадрате. Так. Ну и окончательно правая часть у нас была выглядела таким образом как Ф Альфа Е Альфа со звездой поделить на ДЖ ПДС подставляем все, что там у нас есть. Значит, Омега квадрат к С квадрат благополучно сокращаются, потому что там они стояли в Ф Альфа, они в числителе, тут они у нас в знаменателе. получается минус единица поделить на 16П интеграл Эпсилон Альфа Бета Гамма с индексом 2 Значит, Е Альфа со звездой Е Бета Е Гамма Значит, это вот вся петрушка зависит от тех переменных, которые там написаны Капа Капа Штрих Капа 2 Штриха Вот дальше на А Капа Штрих А Капа 2 Штриха на Дельта Капа минус Капа Штрих Капа 2 Штриха И так Значит, правую часть уравнения Дельта Омега умножить на А равняется Ф Ф Ф равно вот этому Справа стоит вот это Значит, вот здесь можно написать бубочку Капа Так Значит, пока до сих пор Вот Капа Это минус Омега и К Четырехмерный вектор При этом К это величина хорошо определенная для данного волнового пакета То есть на самом деле вот эти вот Капа Штрих и АК по 2 Штриха Они, конечно, написаны в Фурье представлении но по частоте это каждый из них имеет неточечный спектр Да? Ну вот если я здесь Омегу нарисую то каждая вот А с индексом Омега будет иметь какую-то конечную ширину То есть это неточечный незаданная дельта-функция вокруг резонансной частоты Омега от К Почему? Потому что это волновый пакет да вообще говоря из свободных волн но с меняющейся амплитудой Как только амплитуда меняется значит спектр перестает быть дельта-функциональным Вот АПК это строгая дельта-функция потому что я так определил там вот я говорил про это что просто К это у меня параметр характеризующий данный волновый пакет потому что я не хочу рассматривать какие-то пространственные процессы перекачивания значит вот эту разницу теперь я хочу внутри вот в этом интеграле эта разница отсутствует то есть я ее не вижу а теперь я хочу ее использовать да вот что здесь у меня все четко а здесь наоборот размазано как это можно сделать я хочу переписать дельта-функцию это четырехмерная дельта-функция значит дельта от К минус К штрих минус К два штриха на дельта от омега минус омега штрих минус омега два штриха то есть вот этот в этой дельта-функции стоят фиксированные параметры а вот здесь что-то что на самом деле является просто фурье компонентами вот значит вот это омеги там они не являются четко фиксированными то же самое и вот здесь да вот здесь у меня стоят значит вектора поляризации которые я писал как зависящие от К но значит это вектора поляризации свободных волн следовательно если я задал К то Е альфа от К уже фиксировано потому что омега от К тоже фиксировано для свободной волны понятно да то есть на самом деле параметром от которого зависят вот эти вектора как только я сказал что это свободная волна уже все да единственный параметр это волновый вектор частота уже ни при чем значит вот здесь то же самое хотя зависит это все и от частоты и от волнового вектора но волновый вектор фиксирован а вместо частоты я могу подставить условия резонансного взаимодействия да которое у меня должно быть выполнено то есть вот эта вот часть на самом деле является функцией К К' и К2' что в результате в результате я могу записать в таком виде как вот одна вторая это множитель который несколько произволен дальше я напишу ВК К' это матричный элемент который зависит только от К' и К' сейчас я напишу чему он должен быть равен дальше А К' АК-К' это вот эти две величины после интегрирования с дельта-функцией ДК' То есть вот это вот все выражение можно собрать вот к такому виду где вот эта вот величина ВК К' которая называется матричным элементом взаимодействия равна она вот чему значит получается минус единица на 8П интеграл все на альфа бета гамма значит вот К' 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 Дельта К' 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 а штрих dk2 штриха ладно что дальше после перерыва давайте продолжим вот в этом предпоследней строчке я немножко поторопился дело в том что тут я конечно все от как а штрих написал но у меня вот есть еще вот это дельта до должен вспомнить где же тут все-таки входит частота частоты до от частот должны зависеть амплитуды вот это от омега штрих а это от омега 2 штриха и здесь еще должна быть вот это вот дельта функция от омега минус омега штрих минус омега 2 штриха проинтегрированная по d омега штрих д омега 2 штриха так и значит вот здесь у меня было написано dk штрих перед перерывом за перерыв я успел его стереть потому что тут так а штрих вот оно осталось здесь значит здесь оно не нужно понятно да с этим двинулись дальше значит вот это собственно правая часть вот такого вот уравнения значит уравнение написанного фурье представлении по дельта омега точно так же как мы делали переходе нелинейному параболическому уравнению значит мы должны сделать преобразование фурье вот этого уравнения по дельта омега это а капа я должен переписать как а к от дельта омега и сделать преобразование фурье тогда у меня будет а к т от т да то есть амплитуда полного пакета с длиной полной к зависимости от времени дельта омега и преобразование фурье превращается и дпдт значит и дпдт а к т от т равняется преобразованному по фурье вот этому вот выражению значит фурье только по времени не пока пока мы с как как было так и осталось делаем преобразование фурье только под дельта омега т да вот и затраги затронет она у нас вот эту часть потому что самая сильная зависимость от омега содержится в этой дельта функции здесь у нас омега штрих тут омега 2 штриха а здесь вот сидит та самая штука по которой мы делаем преобразование фурье значит что получится вот это вот при преобразовании фурье дельта от омега минус омега штрих минус омега 2 штриха преобразуются в единицы на 2 пи в первой степени потому что это одномерная дельта функция на е в степени минус и дельта омега т значит где дельта омега это омега х т минус омега к штрих минус омега к 2 штриха почему такой вот этот сдвиг потому что это дельта функция не в нуле да не от нулевого аргу нет аргумента который вот если дельта омега равно нулю то омега равняется омега к понятно да и тогда при дельта омега равном нулю аргумент этой дельта функции как раз равен вот этому дельта омега поэтому значит из дельта функции получается не просто единицы на 2 пи при преобразовании фурье а единицы на 2 пи умножить на вот такую комплексную экспоненту вот значит после этого так где бы мне она снизу я напишу получим уравнение такого вида значит дак от их дт равняется фурье преобразование от f да напишем сюда напишем все это длинное уравнение которое получится дакатая по дт равняется на вторая интеграл в к к штрих нарисуем здесь крышечку в знак того что там какой-то 2 пи появится значит а к штрих тк минус к штрих она есть степень минус и дельта омега на т дк штрих вот а в к к штрих с крышечкой должно равняться минус и потому что вот здесь и стоял до минус и деленное на 2 пи в к к штрих без крышечки но вот это вот уравнение которое тут обведено это собственно то уравнение которое мы должны попытаться решить в приближении случайных фаз пока что здесь а содержит и амплитуду и фазу не так же как и а к штрих я к минус к штрих но здесь можно перерисовать вектор очки над этими сам над к для порядка тогда все будет понятно да и дельта омега это вот это вот разность итак значит чего мы добились мы получили уравнение которое связывает значит медленно меняющиеся в течение времени комплексную амплитуду а значит с комплексными амплитудами других волн в этом большом бесконечно большом наборе и связывает с помощью значит вкк штрих матричного элемента который зависит от тех волн которые в этом наборе участвуют вот проинтегрированном по всему набору естественно и вот такая вот тут еще есть комплексная экспонента значит что откуда она взялась и какой в ней смысл значит вот взялась она из-за того что значит спектр каждого каждой волны он не является дельта функциональной по чисто дельта функциональным по частоте вот поэтому значит вот если не точно совпадают частоты волн видите дельта омега это расстройка значит если у нас точное резонансное трехволновое взаимодействие то дельта омега равно нулю тогда здесь стоит просто единица а если у нас ну и поэтому значит амплитуда вот при резонансном взаимодействии она просто растет во времени да как-то непрерывно и монотонно а если эти частоты немножко не совпадают вот мы находимся близко от резонанса но не точно в нем тогда как будет себя вести вот скажем под действием такой силы которая близка к резонансу как будет вести себя осциллятор он сначала значит будет расти по амплитуде а потом фаза перевернется и он будет падать амплитуда колебания будет падать потом снова будет расти снова падать то есть будут медленные такие биения чем ближе мы к резонансу тем больше период этих биений и тем больше амплитуда этих биений вот и соответственно вот это вот комплексная комплексная экспонента здесь она как раз и отвечает вот за эти биения да если у нас нет точного резонанса между тремя волнами а точного резонанса у нас не может быть потому что вот как я говорил у нас как спектра не точечные да не дельта функциональные поэтому никогда точного совпадения нет они перекрываются только частично эти спектра ну ладно поехали дальше итак значит по той схеме значит переходим к е альфа от е альфа к эволюции амплитуды от времени вот теперь мы должны значит сделать последний шаг и перейти значит от комплексной амплитуде к числам заполнения да то есть давайте напишем что а катая это а катая на е в степени и хикатая хикатая значит хикатая случайно вот ну как я уже говорил значит заявить что хикатая полностью случайно это все равно что заявить что правая часть в этом выражении равна нулю то есть полностью случайные фазы могут быть только в том случае если волны не взаимодействуют вообще потому что как только они начали взаимодействовать вот эта правая часть привела к тому что фазы вот этих трех волн начинают коррелировать друг с другом значит случайно в нулевом приближении значит значит к чему это может привести вот окатая это вот средняя значит средняя по фазе определение значит значит среднее значение окатого равно нулю среднее значение ок на ок штрих со звездой будет равняться чему среднему значению от окатого на ок штрих со звездой на е в степени и фика минус и фика штрих на ок штрих на ок Значит, среднее значение не равно нулю, только в том случае, если ФК равно ФК штрих. Если у нас фаза случайная, то это не означает, что при одном и том же К фазы могут быть разные. При одном и том же К фаза всегда одна и та же. Значит, если К совпадает с К штрих, то получается вот такая штука. Значит, то есть должно совпадать К и К штрих. АКТ АК штрих – это все равно, что АКТ на АКТ со звездой или НКТ. Вот это вот ДФ НКТ. Значит, вот в смысле соотношения Менли-Роу квадрат амплитуды АКТ по модулю – это число квантов. Означаем буквой НКТ. Просто определение, что такое НКТ. АКТ, АК штрих, АК два штриха. Значит, очевидно, что это будет АК, К штрих, АК два штриха на Е в степени и Фи К плюс Фи К штрих, плюс Фи К два штриха. Значит, поскольку их тут три, то мы никак не можем подобрать таким образом, чтобы они полностью совпадали. И когда? Значит, это все тоже будет равно нулю. Значит, ну это все в нулевом приближении. А теперь попробуем вот это вот уравнение преобразовать к уравнению для чисел заполнения НКТ. Значит, НКТ с точкой, чему равно? Значит, оно равно АКТ. Ну или вот так, может быть. АКТ на АКТ со звездой, с точкой, или равняется АКТ с точкой на АКТ со звездой, плюс комплексно сопряженное. Значит, АКТ с точкой можно взять вот из этого уравнения. То есть это будет одна вторая интеграл ВК К штрих помножить на вот это АКТ со звездой, на АК штрих, и на АК минус К штрих. Ой, прошу прощения, штрих не здесь, а вот здесь. И ДК штрих. К этому добавить плюс комплексно сопряженное. Но заметим следующее обстоятельство, что НКТ это среднее значение от АКТ на АКТ с звездой. Вот, поэтому вот это не совсем правильно написано. Вот здесь надо нарисовать угловые скобочки. Для того, чтобы усреднить по фазе. А как мы будем усреднять по фазе вот это произведение? В результате усреднения по фазе в нулевом приближении у меня получится точный ноль, потому что при произвольных К, К штрих и К два штриха результат получается нулевой, да? Среднее значение АКТ, К штрих. В нулевом приближении. Это как раз то самое, что я и говорил, да? Что если все не скоррелировано, то правой части, это означает, что правой части на самом деле нет. Получится вот в этом нулевом приближении, что сколько квантов у нас есть в начале, столько квантов и останется. НКТ с точкой равно нулю. Ну, это означает, что число заполнения в этом нашем состоянии турбулентном не меняется с течением времени. А наша цель как раз найти вот эту вот самую функцию в зависимости от времени. Поэтому надо придумать, что делать дальше. Вот еще одну вещь, которую я сюда хочу дописать, существенную, такая. Значит, если я беру АКТ со звездой, то это все равно, что А минус КТ. Значит, почему? Потому что Е в степени минус И омега Т плюс ИКР плюс комплексно-сопряженное, да? Вот это комплексно-сопряженное содержит А со звездой Е в степени И омега Т минус ИКР плюс комплексно-сопряженное. Я могу поменять знак при омега и при К и поменять знак при Омега, при А со звездой, не А, а сделать комплексно-сопряженное. И тогда должно получиться то же самое. То есть вот это является следствием того, что наше поле должно быть действительным. просто свойство симметрии. Так что замечание. Ну ладно. Значит, понятно, что вот это вот хорошо, но нам бы надо поточнее вычислить вот это вот среднее значение каким-то образом с учетом взаимодействия между волнами. Потому что в нулевом приближении получается 0 и этого нам недостаточно. Значит, как это сделать? Значит, сделать это можно следующим образом. значит, вот написать, что вот это вот является нулевое приближение. То есть пишем так, чтобы тут стереть. Чтобы тут стереть. Вот это вот можно стереть. Вот сюда напишем. АКТ, значит, вот так. АК, не в степени АФК, плюс АКТ первое. Вот это вот нулевое приближение. А вот это вот поправка, которое возникает вследствие взаимодействия волн. Значит, вот это АКТ было действительное, а это, так сказать, какая-то комплексная, потому что она сразу и фазу содержит. Но факт такой, что вот эта поправка, коль скоро она зависит от времени, должна удовлетворять вот этому же уравнению. Причем, в силу того, что малостью является как раз вот это взаимодействие, взаимодействие, да, вот что у нас было. В нулевом приближении правая, левая часть до АКТ по ДТ равно нулю. А в первом приближении начинает меняться. Значит, вот уравнение для вот этого АК первое будет таким. АК первое с точкой равняется одна вторая, вот этот вот ВК, К штрих с крышечкой, АК штрих в нулевом приближении. АК минус К штрих тоже в нулевом приближении, потому что это уже малое. Поэтому здесь поправки учитывать вот эти не надо. На Е степени минус И дельта Омега Т ДК штрих. Значит, это, конечно, уравнение хорошее, но не очень веселое, потому что тут у нас точка стоит, да. А нам бы надо найти всю поправку в момент времени, в тот момент времени, в котором мы хотим все это записать, да. Вот найти вот эту вот правую часть и корреляцию, соответственно, да. Для того, чтобы найти, нам надо, естественно, проинтегрировать по времени. АК первое, значит, в момент времени Т должно равняться интегралу от нуля, от минус бесконечности до Т ну вот эту и правую часть. Взять вот эту вот величину и проинтегрировать. Значит, что мы знаем про правую часть и как ее интегрировать. знаем мы следующее, что она очень медленно меняется от времени. Здесь имеется вот такая вот комплексная экспонента, которую мы раньше получили из, значит, преобразования Фурье. А раз мы пользовались преобразованием Фурье, это означает, что мы предполагали, что на самом деле это комплексная экспонента при плюс-минус бесконечности по времени стремится к нулю по амплитуде, да. То есть тут имеется какая-то комплексная добавка маленькая, которая позволяет это преобразование Фурье делать. Вот. И следовательно, вот нам удастся проинтегрировать благодаря этому свойству, да, вот от минус бесконечности. В минус бесконечности считаем, что, значит, подинтегральное выражение вот здесь все равно нулю. То есть медленно включающееся взаимодействие и система забыла, что там было в бесконечности. На самом деле похожие предположения делаются и в кинетической теории газов, что, значит, система забывает, что с ней было раньше, и дальние корреляции по времени отсутствуют. Вот. Это первое. И второе, это то, что вот момент этот самый времени Т, значит, с хорошей точностью можно положить равный нулю, потому что, значит, вот этот сдвиг по времени эквивалентен внесению просто постоянной фазы, по которой мы потом все равно усредняем. Это постоянная добавка к фазе. Поэтому значит, как говорится, без нарушения общности можно считать, что в момент времени Т вся эта правая часть выглядит таким образом, как 1,2 интеграл от минус бесконечности до нуля до настоящего момента времени. Значит, ВК интеграл по К, ВК К' Штрих АКТ нулевое АК минус К' Штрих нулевое Е в степени минус И Дельта Омега Т ДК Штрих ДТ По Т в явном виде от Т у нас зависит только вот это экспонента. Интеграл от минус бесконечности до нуля от этой экспоненты выражается через Дельта функцию просто равен П умножить на Дельта от Дельта Омега. Ну понятно, что если Дельта Омега равно нулю, тогда здесь стоит единица, интеграл по времени от единицы от минус бесконечности до нуля стремится до бесконечности. Очень большой. Значит, как только расстройка появляется, соответственно, эта функция быстро спадает. Ну и свойства у нее как у Дельта функции фактически это половина от преобразования Фурье, потому что преобразование Фурье от минус бесконечности до плюс бесконечности, а здесь только до нуля. Ну ладно, таким образом получили. Что мы получили? А вот что. если мы хотим вычислить АК АК' АК' АК-К' АК-К' Поэтому мы должны взять первое приближение вот этой комбинации. Значит, как будет выглядеть это первое приближение? Сначала я должен взять АК' АК' со звездой вместо АК' умножить на АК' нулевое К' минус К' нулевое плюс теперь здесь нулевую беру, здесь беру первую и снова нулевую. АК' со звездой АК' первое АК минус К' нулевое третье, когда заменяю в этом произведении третью третью амплитуду на поправку АК' со звездой нулевое К' нулевое А первое К' минус К' да, среднее значение от этой комбинации она равна нулю, если мы здесь нулевые приближения поставили, плюс поправка. Поправка содержит три слагаемых. Каждый из этих слагаемых мы должны подставить в следующем виде. АК' у нас равняется Пи пополам. Интеграл ВК К' АК' АКТ Штрих нулевое К' минус К' Так, значит, здесь можно легко запутаться. Вот здесь у нас К' является фиксированным параметром внешним, да, а вот здесь по нему интегрируется. Поэтому на самом деле я вот здесь К' должен заменить на что-то другое. Давайте напишем К2' здесь. Да? Дельта от Омега КТ минус Омега К' минус Омега К2' Штриха Это Дельта от Омега вот это. ДК Так, прошу прощения, только здесь К' два штриха, а здесь К' минус каждого штриха. Вот, здесь тоже нулевое. Сейчас я проверю, что у меня все правильно. Так, одна, так и пополам, да. Правильно. Это КТ первое. Это вот сюда должен подставить, да. Сюда я должен подставить что-то, где К заменено на К' Штрих. Понятно, да? То есть А К' Штрих первое, будет равняться П пополам в К' 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 Штрих минус К' Дельта от Омега К' Штрих Ну и так же для А К' минус К' Штрих Самостоятельно можно выписать, да? При этом нам надо не забывать, зачем нам все это надо вот вот это вот среднее мы его собираемся подставить вот сюда в результате подстановки так здесь все нолики тоже получится комбинация четвертого порядка да? Смотрите здесь две А и еще вот вот это вот тоже сама пропорционально второй степени да? это на это значит давайте в качестве пробы пера попробуем посмотреть что будет вот в первом слагаемом да? какая комбинация из этих А образуется будет АК штрих нулевое АК минус К штрих нулевое АК два штриха нулевое К минус К два штриха нулевое и от этого всего надо будет взять среднее значит это среднее будет равно произведению амплитуд АК штрих маленькая К минус К штрих А К два штриха К минус К два штриха на среднее значение от фазовых значит экспонент Е в степени И Фи К штрих плюс И Фи К минус К штрих плюс И Фи К два штриха плюс И Фи К минус К два штриха значит это среднее будет равно нулю во всех случаях за исключением тех когда здесь в экспоненте стоит точный ноль да то есть давайте напишем это условие Фи К Т К штрих плюс Фи К минус К штрих плюс Фи К два штриха плюс Фи К минус К два штриха равно нулю рождественно да когда это может быть значит К штрих и К минус К штрих совпадать не могут поэтому может совпасть либо К штрих и К два штриха либо К штрих и К минус К два штриха то есть первый случай такой К штрих равняется минус К два штриха А К минус К штрих равняется минус К минус К два штриха да но это автоматически оба выполняются если выполнено вот это значит это всегда выполнено и если это выполнено то вот это заведомо тождественной ноль потому что при замене знака К у нас меняется знак значит ну появляется комплексное сопряжение значит меняется знак вот этой самой фазы но может быть и второй вариант когда К штрих равняется К минус К два штриха тогда тоже значит значит чему равна вот это среднее значение значит во-первых она будет равна если здесь К штрих и К два штрих на минус К два штриха или каждого штриха на минус К штрих заменю у меня получится Н К штрих на Н К минус К штрих да это первый случай а второй случай значит К штрих на К минус как два штриха вот вот это тоже так ну я боюсь что я не доведу сегодня это все до конца но тем не менее продолжим да то есть вот это второй случай